Ситуация непростая. В Минтруде прямо так и говорят. Число безработных растет быстрыми темпами. Меры, правда, принимают. Недавно подняли верхнюю планку пособия по безработице. На последнем совещании – нижнюю. Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта текущего года, получают его по верхней планке 12 130 рублей. Причем подать заявление можно дистанционно через портал «Работа в России». Нижняя планка пособия поднялась с 1,5 до 4,5 тысяч в три раза. Причем все, у кого срок получения пособия истек, могут рассчитывать еще на три месяца выплат. Мы спросили у жителей депрессивного региона, что такое 4,5 тысячи. Как вы на это смотрите? Деньги достаточные вообще? Это смешные деньги. Я понимаю, это так, как насмешка, скажем так, для людей. Что это? Какие это деньги? Я не знаю, конечно, кто как живет, но народ-то просто смотришь и мало они не выручат. Как вы считаете, такая сумма, она достаточна? В плане процентного соотношения возможно, но в плане выживания я не думаю, что это хорошее. Все же такая сумма, 4,5 тысячи, назначена для тех, кто потерял работу до пандемии. А вот трудовые жертвы вируса будут получать, если верить президенту, по верхней планке. Таких и на Алтае немало. С апреля этого года отмечается рост обращений граждан в службу занятости. На сегодня численность безработных составляет 23,5 тысячи человек. Это на 6 тысяч больше, чем на начало апреля. Можем сказать, что потребность работодателей есть, сохранилась. Вакансии в службу занятости работодатели заявляют, но по понятным причинам их количество чуть меньше. Основная потребность сейчас в заводчанах и работниках сельского хозяйства все же сезон. По мнению экспертов Минтруда, примерно к августу число безработных станет пиковым. Именно тогда весенние ограничения в полной мере отразятся на бизнесе. Аналитики компании Boston Consultings Group сделали свой прогноз, в котором самый негативный сценарий таков. Уровень безработицы в России может вырасти в три раза, до 15%. Правда, это возможно только если в стране введут жесткий карантин. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком.